Стартовала акция «Зня наклонной башни Демидовых», которая в этом году отмечает 300-летие с начала строительства. На территории историко-архитектурного комплекса прошли интерактивные программы для всех возрастов – мастер-классы, квест, невьянская ярмарка, на которой ремесленники продемонстрировали свое мастерство и поделились секретами своих уникальных изделий. Также в числе тематических мероприятий – фестиваль народного творчества «Богословская ярмарка» в Краснодуринске, открытый мастер-класс по бересте «Шаркунок» в Тавде, обзорная экскурсия в музее подносного промысла в Нижнем Тагиле, городской фестиваль народного творчества, уральский хоровод в Верхней Туре и многие другие. С начала года в Полевском проведено около тысячи мероприятий. Август и сентябрь – самые продуктивные на культурное событие месяца. С момента старта акции «Культура Среднему Уралу» в нашем округе прошло уже больше сотни культурных событий. Тематические встречи, шоу, акции, концерты живой музыки под открытым небом. На главной выставочной площадке в комплексе «Божовский» одна за другой сменяются экспозиции. Весь год у нас идет постоянная смена выставок. Выставки очень интересные, на разные темы. Очень много посвящено ремеслам традиционным, традиционным промыслам. Привлекаем разных мастеров. И в основном это мастера города Полевского. Одна из последних экспозиций посвящена памяти Дмитрия Соломирского, который, как известно, любил птиц. Вот на этой стене сплошь снимки Владимира Захарова. Он уже много лет с фотоаппаратом на «ты». Не терпит автоматический режим. Только ручная фокусировка и баланс. И обязательно проявляет самостоятельно. Тогда это уже искусство, считает мастер. В его коллекции около ста различных фотографий птиц. К пернатым у Владимира Ивановича особая любовь. Эти фотографии сделаны в Байкальском государственном заповеднике, где мне довелось служить старшим лесничим одного из подразделений. Но страсть к фотографиям всегда заставляла иметь фотоаппарат. Но в то время это снято всеотечественной аппаратурой. Фоторужье было казенное в заповеднике. Я пользуюсь им. Вот ходил с фоторужьем. Вот эти вот птицы, они сами по себе. Вот соколы. Гордые, независимые такие птицы. А это уже другие пернатые, рисованные. Идеи с попугаем и совой взяты с интернета. А петушок реальный. Долго позировал художница Наталья Мавлетовой. Я держу курицу, и вот он охраняет своих курочек. И когда я выходила на улицу, там солнце падало красиво на него. И я решила его нарисовать для выставки. То есть следила за ним, он за мной с любопытством смотрел. И я его как бы нарисовала. Основную работу сделала по-сырому. Пятнами все залила. И уже потом дорабатывала уже эти мелкие детали по-сухому. Сегодня экспозиционный комплекс Бажовский – это одно из любимых культурных пространств жителей и гостей города. С начала года здесь прошло уже более 50 выставок. И все разные. Впечатления очень приятные. Как будто вот на природе побывал. Или что-то в этом роде. Как бы, знаете, такое успокоение на наш шумный город. На будет успокоение. Очень приятно смотреть. И надо сюда бы еще экскурсии водить с Екатеринбурга. Туристические эти самые бюро должны привозить сюда людей. Это было бы очень хорошо. Более популярный был бы наш город. Это нам было бы полезно. Напомним, указом президента Российской Федерации 2022 объявлен годом культурного наследия народов России. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения традиций, памятников истории культуры, этнокультурного многообразия, самобытности всех народов и этнических общностей. Впереди еще четыре месяца. И, судя по темпу, культурно-массовых мероприятий до конца года будет в Полевском великое множество. Ольга Демьянец, Константин Миронов. При поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области. Для новостей 11 канала.